Если это видео выйдет до 25 апреля, ну, короче, до ночи, до... Короче, вот если это видео выйдет, то всех приглашаем в Петербург на базе ветеринарной академии два дня подряд, то ли 24-25, то ли 25-26, какой-то из этих двух дней, будет идти большой российский конгресс по регенеративной медицине ветеринарной, естественно. Там будет все посвящено регенеративным процессам, и там очень много мы будем рассказывать про препарат этот самый Ультрацелл. В инструкции написано, что этот препарат применяют при пенденитах, пендерогенитах, при постеартрозах, ну, то есть там показывают все, что связано с ортопедией. Изначально компания Navistem, она сделала этот препарат, ну, можно сказать, в полной копии, но только аналог препарата Артрохорс, или Артроцелл, как-то так. Все-таки идет та же история. Матрас, на котором выращены стволовые клетки, обран белок, и, по сути, этот препарат стимулирует выброс стволовых клеток, собственных, в зону поражения. Так это работает. Так как препарат Артрохорс, или Артроцелл, что-то, как он называется, был направлен именно на регенеративный процесс в области повреждения дистального отдела конечностей, на это же изъявилась компания Navistem. Но так как они же делают терапию с стволовыми клетками, она, правда, в 8 раз дороже, то народ невольно стал ожидать от ультрацелла примерно того же, что, как и собственные стволовые клетки, моментально быстро зарастят сухожилия. И этот эффект так быстро не получили. То есть он есть, но он там отсроченный немножко дольше. Поэтому то, что заявлено инструкцией, он выполняет, но у всех срок ожидания, что через 3 недели лошадь снова побежит в большой приз. Этого ждать не стоит. Почему его используем мы в той же области челюсти? Ну, вообще в оперативной хирургии. Это там, где процесс с более простыми структурами, то есть там, где нет такого большого натяжения, как, условно говоря, там, астиновые или миозиновые нити, мышц или же там тонкие структуры сухожилий, то есть все то, что не несет такой большой нагрузки, там он для меня более эффективный. То есть в оперативной хирургии он более эффективный. Ну, отвечая на ваш вопрос, его можно использовать, конечно, при артрозах, но там я бы использовал что-то более тяжелое, наверное. Ясно, спасибо. Кстати, а собакам ультрацел с артрозами с установленным диагнозом можно колоть? Да, можно. И есть же специальный ультрацел ДОК, который... Конечно, можно. Насколько он эффективен? Так же само? Так же само. Так нельзя сказать, поскольку эффективен, потому что артроз чего? Какого сустава для начала? Там я знаю, у собаки ноги. Девочка спрашивала. Ну, понятно, что ноги. Ну, блин, не знаю. Суставы все те же? Не знаю. Не спросил. Какая степень? Ну, то есть, все, диагнозы зависит. Ну, очень, кстати, классно. Все равно мы все комбинируем. Очень все равно здорово помогает им тоже УВТ. Вот стучишь, они перестают хромать. Вот точно, надо было и УВТ подсоедать. Ты же в прошлый раз объяснял за собак. Точно. Они прямо прекрасно работают. Надо доказать, куда стучать. Угу. Понятно. Собаку. 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 Субтитры сделал DimaTorzok